Здравствуйте! В эфире новости 24 в студии Ольга Десятого и в ближайшие минуты в этом выпуске. Кубанские продукты станут качественной заменой импортным товарам. Об этом заявил Александр Ткачев. Капитальный ремонт многоквартирного дома. Что нас ждет? Сегодня на совещании обсуждали один из наиболее острых жилищных вопросов. Легендарные спортсмены России. Сразу 15 заслуженных олимпийских чемпионов посетили курортный город. 14 августа православные отмечают медовый спас и начало Успенского поста. Он продлится две недели. В Сочи встретятся президенты России и Финляндии. Саули Нинистё посетит курорт 15 августа по приглашению Владимира Путина. По сообщению пресс-службы Кремля, главы государств обсудят состояние перспективы двустороннего сотрудничества, а также поднимут вопрос содействия мирного урегулирования острого внутриполитического кризиса на Украине и преодоления гуманитарной катастрофы. Цены под контроль и больше своей кубанской продукции. Сегодня губернатор поручил краевому минсельхозу, цитирую, «мобилизовать весь аграрный сектор региона край может и должен стать одним из ведущих поставщиков продуктов не только в крае, но и в стране». Что уже сегодня взамен импортного готовы предложить кубанские производители, расскажут наши краснодарские коллеги. Кубанские яблоки как альтернатива польским. Половину всех фруктов и овощей, произведенных сегодня в России, выращивают в Краснодарском крае. Сад-гигант полностью оправдывает свое название. Последние несколько лет компания удерживает звание крупнейшего производителя отечественных фруктов. Сады на площади больше 2300 гектаров. География поставок – 44 региона страны, 45 регион – Международная космическая станция. Эти кубанские груши, сливы, персики и яблоки даже в космос летают. Хрустящие, сладкие, с медовым ароматом. Сейчас пора уборки сорта «Гала». Эти яблоки при правильных условиях хранения всю зиму пролежат. 77 тысяч тонн только яблок сад-гигант производит ежегодно. Новость о том, что на отечественном рынке станет больше места для своих производителей. В компании восприняли с энтузиазмом. Здесь говорят, новые сады готовы разбить уже осенью и даже денег на поддержку не просят. Но есть другие нюансы. Рынок отечественным продуктом не насыщен сегодня. Поэтому для развития, пожалуйста, есть все просторы. Только лишь нужны условия. Даже не нужны деньги. Надо разобраться с налогообложением. Надо сегодня посмотреть в части пошлин ввоза техники, оборудования. То, что сегодня есть санкции – это здорово. Но еще если сюда присоединить условия, то это уже будет ласточка, а не скоростой поезд. На поддержку отечественных производителей правительство страны намерено направить не менее 50 миллиардов рублей. На создание специальной программы накануне заявил премьер Дмитрий Медведев. Создать как можно больше предпосылок в регионе для привлечения инвестиций, в том числе и государственных, в агропромышленный комплекс. Такую задачу сегодня перед министрельхозом края поставил губернатор Александр Ткачев. В условиях необходимости импортозамещения, уверен глава региона, край может и должен стать ведущим поставщиком продуктов. Я поручаю мне сельхозу края в кратчайшие сроки встретиться с нашими ведущими сельхозтоваропроизводителями, для того, чтобы выработать единую стратегию и, конечно, реально оценить наши возможности. Также прошу учесть все идеи и предложения наших аграриев, в первую очередь малых и средних предприятий. И еще один момент, на который я бы хотел обратить внимание, это цены. Нельзя допустить, чтобы нечистые на руку личности, предприниматели наживались на этой ситуации и искусственно звинчивали цены. И здесь очень важно работать с сетями, оптовыми продавцами, для того, чтобы мы могли насытить рынок, прежде всего местный, своими отечественными, кубанскими продуктами, дешевыми, вкусными, полезными. Вкусные, полезные и дешевле, чем у иностранных производителей. Интерес к кубанской молочной продукции после введения санкций в стране уже вырос. К нам обратились те партнеры, к которым мы раньше не могли достучаться. Мы на сегодняшний день вышли за границы края, мы поставляем нашу даже свежую молочную продукцию в Москву и Санкт-Петербург, и вообще в Центральную Россию. Миллион тонн молока в год производит сегодня Кубань. Этого хватает и на край, и на поставки в другие регионы. Количество зерна на одного человека сегодня в 3-4 раза больше, чем в среднем по стране. А вот с производством мяса не все так просто. Свои потребности край сегодня обеспечивает полностью, но не более. Темпы развития отрасли снизились из-за вспышки АЧС. Наверстывают упущенные, а теперь за счет развития альтернативных видов животноводства. В любом случае это посыл для того, чтобы развивать собственное производство. Да, за один год, пока эти будут действовать санкции, конечно же сложно будет каким-то образом сильно увеличить значительно объем производства. Но можно за это время, в общем-то, наладить связи с торговыми сетями. То есть научиться работать с ними, как торговые сети научатся работать с нашим сельхозпроизводителем, так и сельхозпроизводители, в общем-то, войдут в систему. Решить проблему импортозамещения сегодня возможно, делая ставку не только на крупные предприятия. Сотни средних и мелких фермерских хозяйств хотели бы, но не могут пробиться на прилавке крупных сетей. Слишком сложные условия контрактов. Помочь с закупкой, хранением и доставкой продукции смогут крупные логистические центры. Возможность финансирования строительства таких центров рассматривает Минсельхоз России. На уровне края тоже готовый ряд предложений. В любом случае, новые экономические условия могут дать вторую жизнь агропромышленному комплексу не только края, но и всей страны. Я ждал этого несколько десятилетий. Мы в состоянии сами себя прокормить. Мы в состоянии, Россия в состоянии, Европу кормить. Но не Европа, а Россия. Яна Маскаленко, Марина Сенникова, Елена Крылова, Валерий Пятов, 9 канал. Завершающий этап строительства трассы газопровода «Южный поток» на Кубани сегодня обсуждали на встречу губернатор Александр Ткачев и заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов. Первые поставки голубого топлива в Европу должны начаться уже в следующем году. Протяженность газопровода по территории края составляет 830 километров. На Кубани начинается и морской участок. 900 километров «Южного потока» до Болгарии пройдет по дну Черного моря. Максимальная глубина составит 2 метра. Говорили на встрече о других совместных проектах. Александр Ткачев в частности отметил успешное сотрудничество в рамках подготовки к Олимпиаде и хорошие темпы газификации региона. «Газпром» очень много и каждый год инвестирует в экономику нашего края. Мы посчитали только за 10 лет порядка 17 миллиардов рублей в газификацию края. Поэтому уровень 80% газификации – это один из самых лучших в нашей стране. И мы, конечно, стремимся к 2020 году выйти на уровень почти 100%. У нас есть все для этого возможности. Конечно, стратегический вопрос – «Южный поток». Это огромные инвестиции. В этом проекте будут задействованы десятки наших подрядных, субподрядных организаций. А значит, это доходы, бюджет, это зарплата и так далее. Это развитие, прежде всего. Мы, конечно, очень рады нашему сотрудничеству и надеемся, что оно очень взаимовыгодно. Я хотел поблагодарить Арсана Николаевича и администрацию края в помощи в организации работ по прохождению трассы газопровода. В рамках сотрудничества с Краснодарским краем мы работаем по газоснабжению «Полуострова Томань». Значит, потребители, мы понимаем о том, что там увеличивается потребление газа. И поэтому газопровод, который у нас будет брать начало от газопровода, который идет на «Южный поток», мы будем снабжать газом и, соответственно, юго-западную часть Краснодарского края. В ходе встречи были также достигнуты договоренности о газификации Туапсинского и Адлерского районов, Армавира, Краснодара. Только в Адлерском районе природным газом планируют обеспечить не меньше 25 населенных пунктов. Как отметил губернатор, чтобы газ пришел в отдаленные кубанские поселки и станицы, потребуется не один миллиард рублей. Но власти края готовы вкладывать средства, чтобы все жители региона были обеспечены голубым топливом. В микрорайоне Мамайка в следующем году начнется строительство школы и детского сада. Это сегодня подтвердил во время обхода этой части Сочи глава города. Какие еще проблемные темы поднимали сочинцы в разговоре с мэром и, в частности, когда набережная вдоль реки Псахе примет свой законченный вид? Ответы в нашем следующем материале. С первых минут общения с представителями домовых комитетов микрорайона Мамайка сотрудникам администрации города стало понятно. Сочинцы недостаточно хорошо знают жилищное законодательство. В частности, не знают, что такое фонд капитального ремонта домов. Это считает глава города недоработка районных властей. Поручение районным властям в течение недели провести сходы граждан и разъяснить сочинцам, как именно теперь будет финансироваться ремонт общедомового имущества. Вообще, за последнее время микрорайон, отмечают представители Совета ТОСПа, хорошел. Большинство домов, благодаря олимпийским проектам, отремонтированы. Стало проще ездить и по главной автотрассе микрорайона, отмечают автолюбители. Но сочинцы переживают из-за второстепенной подъездной дороги. На целинной улице будет дорога. Она будет 100%, думаю, даже немножко раньше. Я думаю, что дней через 10 уже зайдут делать. Да вы что! Частично в микрорайоне, благодаря муниципальным и краевым программам, удалось заменить и коммуникации. Тем не менее, у сочинцев есть претензии к работе водоканала. К примеру, вот этому ручью уже более пяти лет. Пять лет, или сколько лет течет вот эта вода? Сколько раз вы обращались в водоканал? Жители Мамайки считают, что ручей течет с водонасосной станции, которая попадает в воду в микрорайон. Глава города поручил устранить утечку. Спрашивали местные жители и о дальнейшей судьбе набережной реки Псахе. Тут вот набережную сделали. Так красиво выложили эти плитки. Но самое интересное, тут вот где спуск на речку, ну молодой человек. И там и канализация течет, и сделали ровно до этого перехода, и там вечно не засыхающая лужа. До 10 сентября полностью набережная будет закончена. На сайте сейчас вывешены работы, то есть идет подбор подрядчиков. Подрядчик подберется, и этот подрядчик должен сделать все, что вы вот говорите. По итогам обхода глава города дал поручение своим помощникам устранить все незначительные недочеты на Мамайке. Это касается текущей канализации, санитарного состояния, поломанных ливневок. Вопросы у мэра были и к состоянию некоторых дворовых территорий, проездов и детских площадок. Чтобы их привести в порядок, будет создана комиссия, которая должна выяснить, в чей они собственности, и только после этого будет определен источник финансирования ремонта. Ирина Трусова, телекомпания ФКТ. В Сочи прибыли олимпийские чемпионы. 15 прославленных российских спортсменов – это участники проекта «Олимпийские легенды детям России». Они путешествуют по регионам нашей страны, в последние дни по Кубани, и сегодня мастера спорта добрались до Сочи. Они осмотрели ледовые дворцы и арены, пообщались с юными спортсменами и встретились с главой курорта Анатолием Пахомовым. Какую оценку прославленные атлеты дали спортивной базе Сочи – расскажем далее. 15 олимпийских чемпионов. Их имена – часть славной истории российского спорта. Волейбол, биатлон, бобслей, хоккей, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек и плавание. В свое время они блистали в этих видах спорта, теперь богатый опыт передают начинающим атлетам. Волгоград, Казань, Новороссийск, Анапа. В каждом из этих городов участники программы «Олимпийские чемпионы детям России» встречались с юными спортсменами. В Сочи местом встречи стал Всероссийский детский спортивный центр на арене «Шайба», который в эти дни принимает уже вторую смену воспитанников. Это просто чудо для меня, если бы сказали несколько лет тому назад, что могут такие комплексы дать детям, чтобы они там тренировались. Я бы сказала, это сказка, которая не осуществится. Вообще, после зимних игр Олимпийский парк со своими дворцами и стадионами стал центром притяжения спортсменов со всей страны. В Сочи проходят крупные турниры и чемпионаты. Мастер-классы для начинающих спортсменов дают уже опытные и прославленные. Один из последних, например, провели фигуристы – звезды шоу «Огни Большого Города», которое сегодня с успехом проходит на Олимпийской арене «Айсберг». Перекладываемся в один, в другой, стараемся не затирать, вылечить мягкое, 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 поле, поле, поле. На все 100% работает и будет работать каждый из построенных к Олимпиаде объектов, рассказывает Анатолий Пахомов. Так, например, воспитанники городской школы по зимним видам спорта, а их в городе преподают 13, занимаются на Олимпийских аренах. Еще 27 спортшкол готовят чемпионов в летних видах. Откроется краевая школа фигурного катания, теннисная академия – все на базе новых дворцов. Все вместе – это 23 тысячи мест для занятий спортом, причем возможности для этого есть в каждом районе города. В Олимпийском парке там еще 6 следовых дворцов, каждый из них имеет пост-олимпийское наследие. Но мы говорим о том, что три основных – это чисто имеют спортивную направленность. Они все будут у нас задействованы. И это становится спортивным центром не только Сочи, а всей России. То, что сегодня приоритет страны нацелен на развитие физкультуры и спорта – это направление в сторону создания счастливых людей в стране. То, какими темпами развивается спорт в Сочи, просто поражены, отмечают олимпийские чемпионы. Вспоминают, таких возможностей для тренировок у них в свое время не было. Это и хоккейное, и фигурное катание, шорт-трек. Мы уже встречались с этими детьми. Поэтому у вас очень быстро растет занимающиеся дети в этом городе. Важную роль отметили спортсмены, играет и позиция власти в вопросах развития спорта. Анатолий Пахомов подчеркивает, в городе разработана долгосрочная стратегия, призванная привлечь к занятиям физкультурой и спортом каждого сочинца. Очень позитивно относящийся к спорту, хотящий развивать спорт в регионе и вообще по всей России, привлекать много специалистов хороших сюда же. И это человек, который болеет, правда, за свой регион, за свой город и за всю нашу страну. В Сочи уже есть чем гордиться. Теперь у города есть свой футбольный и хоккейный клубы, который играет в престижных лигах. Сочинцы любят спорт и становятся активными болельщиками. Теннисистка Елена Веснина, гимнастка Ирина Аненкова, тяжелоатлет Вячеслав Яркин, бобслист Алексей Воевода. Имена сочинских спортсменов сегодня знает весь мир, и это только начало. Татьяна Нагорская, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. На Международный инвестиционный форум зарегистрировалось более полутора тысяч человек. Напомню, главное инвестиционное событие года примет медиа-центр в Олимпийском парке. С 18 по 21 сентября свои проекты представят крупные мировые и российские компании. Регистрацию уже прошли около 1200 участников и более 430 представителей прессы. Заявки на участие подали 67 российских регионов. Экспозиция Краснодарского края по традиции будет самой масштабной. Кубань представит на форуме 1800 проектов под ключ во всех областях экономики. От курортов и транспорта до промышленности и энергетики. В рамках деловой программы запланированы круглые столы и тематические дискуссии, на которых бизнес и власть обсудят актуальные вопросы развития региональной инвестиционной среды, модернизацию экономики и повышение качества жизни людей, а также эффективное использование постолимпийского наследия. Что касается последнего вопроса, то тема постолимпийского потенциала будет обсуждаться и на международной конференции, которая пройдет в конце августа с 29 по 30 число. В этом мероприятии примут участие руководство Министерства культуры России, министры туризма, представители Федерального агентства по туризму, профессионалы турбизнеса России и других стран. В Сочи молодежь пообщается с работодателями. Молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет смогут задать интересующие вопросы руководителям крупнейших предприятий Сочи. Встреча пройдет 18 августа в 16 часов в Сочинском госуниверситете. Цель проведения встречи – помощь молодым специалистам в поисках интересной и перспективной работы, а также повышение уровня заинтересованности в молодых кадрах у руководителей крупных предприятий. Организаторы мероприятия – молодежный совет при главе города Сочи, представители управления молодежной политики и сотрудники отдела содействия предпринимательству и координации трудоустройства. На территории Абхазии будет создан специализированный таможенный орган России. Это позволит упростить проведение необходимых операций и перемещение товара в большой номенклатуры при пересечении границы. Такое решение было принято в ходе двусторонней встречи делегации Федеральной таможенной службы России и Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. Совещание состоялось 12 августа. Основные вопросы встречи касались развития и укрепления сотрудничества между Россией и Абхазией. Российской стороной был разработан проект, направленный на ускорение и упрощение таможенных операций при перемещении большого количества товаров и транспортных средств через границу. Уже сейчас на посту МАП Адлер применяются современные технологии, помогающие производить контроль в кратчайшие сроки. В данный момент это предложение рассматривается в соседнем государстве. А вот вопрос создания специализированного таможенного органа Российской Федерации на территории Республики Абхазия уже решен. В значительной степени облегчит оформление товаров, идущих непосредственно из Республики Абхазия в Российскую Федерацию. Особенно это касается плодовочной продукции, что существенно разгрузит и МАП Адлер, который, как известно, у нас в пиковый сезон, особенно когда это осень, и сбор урожая работает на пределе своих возможностей. Ну и, соответственно, абхазским предпринимателям даст новые возможности освоения нашего рынка в том числе. Оформлять товар, ввозимый в Россию, либо идущий транзитом через нее, можно будет без совершения таможенных операций в самой стране. Сделать необходимые платежи перевозчики смогут в Сухуми. Таким образом, грузы будут беспрепятственно проходить через российско-абхазскую границу. Посылки с гуманитарной помощью теперь можно отправить бесплатно. В Почте России приняли решение об организации бесплатной доставки посылок для граждан Юго-Востока Украины, которые сейчас находятся на территории России. Посылки будут отправляться в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области, где сейчас организованы централизованные пункты сбора гуманитарной помощи. В дальнейшем список организаций может расшириться. В пунктах временного размещения необходимы средства личной гигиены, моющие и дезинфицирующие средства, постельное белье, полотенце, одежда и обувь. Все вещи не должны быть бывшими в употреблении. Отправители могут сами выбрать адресата из предложенного списка. Посылки принимаются в открытом виде, проверяются операторами и отправляются без взымания тарифных сборов с отправителя. Все желающие помочь вынужденным переселенцам с Украины смогут также направлять свои пожертвования на централизованный расчетный счет Российского Красного Креста, открытый специально для этих целей в Банке Москвы. Реквизиты вы видите на экране. Сбор средств на ремонт общего имущества во многоквартирных домах стартует в ноябре. Напомню, соответствующий закон Краснодарского края был принят 1 июля прошлого года. О регулировании порядки накопления, учета и целевого использования денежных средств сегодня говорили в ходе расширенного рабочего совещания с домовыми и квартальными комитетами и активами территориальных органов общественного самоуправления. Расскажет Татьяна Нагорская. Если раньше фонды капитального ремонта многоквартирного дома формировались по результатам собраний собственников жилья и зачастую необходимые работы не производились, то теперь на основании принятого закона за надлежащим техническим и санитарным состоянием многоквартирных домов будут наблюдать либо региональные операторы, либо ТСЖ. А это значит, что каждый из собственников жилья должен перечислять средства на тот счет формы управления, которая была ими выбрана. Тариф, утвержденный органом региональной власти, субъекта Российской Федерации, составляет 5 рублей 32 копейки на один квадратный метр. Плановые периоды проведения капитального ремонта определены региональной программой капитального ремонта. С ней может каждый житель ознакомиться на сайте департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края в разделе «Региональная система капитального ремонта». Созданная региональная программа позволит накопить средства не только на проведение капитального ремонта, но и на повышение энергетической эффективности, оплату работ по подготовке технического и энергетического паспорта многоквартирного дома. Есть разные мнения. Некоторые, как говорится, еще не осознали, что это такое. Но многие уже понимают, что другого варианта и, как говорится, пути нет. Значит, естественно, надо понемножечку откладывать, понемножечку собирать, как в доме, в любой квартире происходит, что человек для того, чтобы что-то отремонтировать или что-то купить, он собирает деньги. Система работает на возвратной основе, но опасаться того, что собранные деньги уйдут на ремонт одного дома, а на другие средств не останется, не стоит, так как действующим законодательством установлены лимиты и сроки по возврату средств на счет регионального оператора, учредителем которого является администрация Краснодарского края. Отделение этой организации в Сочи откроется осенью. Сбор средств по программе, рассчитанной на 30 лет, стартует в ноябре. Татьяна Нагорская, Борис Осень, телекомпания ФКТ. В Сочи ликвидирован очередной игровой клуб. Незаконная деятельность подпольного казино в Адлерском районе была остановлена в ходе рейда сотрудников полиции в рамках операции «Курорт-2014». Заведение с вывеской «Ночной спортклуб» встречало посетителей с вполне обычной обстановкой для болельщиков. Но главный секрет хранился за непримечательной дверью в стене. Здесь к услугам игроманов предоставлялось 33 игровых автомата с выходом в сеть интернет и два стола для игры в покер. В помещении был оборудован бар, где подавались кофе, чай и спиртные напитки. При осмотре полицейские изъяли в качестве доказательств фишки, игральные карты, выручку, а также тетрадь с записями администратора. По данному факту проводится проверка. Изъятое оборудование направлено на экспертизу. По окончании проверки материалы будут переданы в суд для принятия решения. Сегодня начался успенский пост. Он считается самым легким и приятным, потому что в магазинах и на рынках в августе изобилие овощей и фруктов. Сегодня в сочинских храмах прошли утренние службы с освящением воды и меда. Все подробности у Елены Овсециной. Первый день поста называют первым спасом или медовым, поэтому на службу православные приходят с водой и медом. Этот пост установлен в честь Божьей Матери и по строгости приближается к Великому посту. В церкви сегодняшний день соединился с воспоминанием 988 года. Этот день в русской истории считается памятным, как день прещения Руси великим святым князем Владимиром. По традиции на середину храма выносят крест, а уже после литургии совершается обряд освящения воды и меда. В прежние времена с крестом ходили к рекам и озерам. После водосвятия радовались обилию меда, пекли пироги и угощали всех окружающих. Медовый спас считается большим праздником. Мы освящаем этот мед, потому что, наверное, уже пчелки потрудились, как самое благородное творение Божье – это пчела, которые трудятся, и нам нужно поучиться у этих пчел, как трудиться. Неусыпно трудятся пчелки, и никто ни на кого не робчет, никто никому не завидует, а это творение Божье, и мы тоже, как творение Божье, должны также, дорогие братья и сестры, трудиться, молиться. Успенский пост продлится только две недели, а завершится праздником Успения Богородицы 28 августа. Елена Авсецна, Борис Осин, телекомпания «ФКТ». Субтитры создавал DimaTorzok